Новый аддон в конструкторе страниц SP Page Builder, адаптивная карусель отзывов, пришла нам в версии SP Page Builder 3.6.5. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Сейчас на ваших экранах вы видите демо-пример адаптивной карусели отзывов. Это мы можем наглядно убедиться, просмотрев в имитации мобильного устройства, что у нас это все адаптивно. То есть подходит под мобильное устройство. Вы это видите. И давайте рассмотрим данный новый аддон изнутри. Но прежде чем мы приступим к настройкам, хотелось бы сказать для тех, кто не знает. Если вам нравится конструктор страниц SP Page Builder, в целом Joomla, при этом вы сомневаетесь или у вас нет времени, вы всегда сможете заказать сайт у меня. Сейчас на ваших экранах мой телефон. Вы можете бесплатно мне позвонить через приложение Viber или WhatsApp. Давайте созвонимся и обсудим ваш проект. Создадим вам сайт. А мы с вами приступаем к обзору настроек нового аддона адаптивной карусели. Я перехожу в админку своего сайта в режиме редактирования страницы. Слева я нахожу данную карусель, новый аддон, перетаскиваю его на холст. Сразу мы видим с вами демо-пример на английском языке, тестовые отзывы. И давайте рассмотрим настройки. Первое, что мы можем выбрать, это общий вид. То есть у нас есть вот три макета, вы видите, я кликаю, вот они меняются. Мне больше всего нравится вот этот вариант, его я оставлю. Здесь есть еще одна кнопка наверху, мы ее коснемся позже. Давайте сначала вниз рассмотрим все настройки. Вот этот ползунок отвечает за количество отображаемых отзывов сразу на странице. То есть можно сделать один. У нас также есть стрелки переключения отзывов, да, то есть вот такой переход. Ну, я оставлю три. Дальше вот это, это у нас внутренний отступ между самими вот этими плашками отзывов. То есть вот здесь можете поиграться, прибавить, убавить, вот здесь между ними отступ. Дальше кнопка автозапуска. По умолчанию автоматически прокрутки нет, если включаем, автоматически будет прокручиваться. Ниже вы можете видеть спид, это скорость прокручиваемых слайдов, да. И следующее это интервал. 4500 миллисекунд, это интервал между прокруткой анимационной вот так вот слайдов. Ну, автопрокрутку я пока отключу. В этой области вы видите как раз таки демо-примеры вот этих вот отзывов. По корзинке вы можете их всех удалить или просто будет намного быстрее их отредактировать. Кликнув по шестеренке, раскрываются такие опции. Здесь администраторская метка. Это только для вас, можете не заполнять это поле. Здесь имя, понятное дело, под фотографией отображается имя человека, который оставил отзыв. Дальше еще какой-то текст. Это тоже ниже, вот здесь можно подписать. Сам текст отзыва. Дальше шоу рейтинг, то есть у меня по умолчанию включено. Это такие звездочки рейтинг пользователей, то есть сколько рейтинг звездами оценил вашу работу, чем вы занимаетесь, то есть ваши отзывы. В моем случае у меня почему-то они здесь не выводятся. Я не знаю в чем причина, может быть у вас будет все нормально. По умолчанию они уже включены, то есть вот здесь вот прямо рядом с текстом отзыва должен быть рейтинг звездами. Если у вас отображается, то естественно вот этот рейтинг можно назначить, вот здесь вот двигая вот этот ползунок. Дальше фотографии, либо удалить, ну либо оставить, получается у нас лицо нашего человека, который у нас оставил отзыв. Отредактировали, нажали вот эту галочку. Или же можно все удалить и по кнопке Add Item мы добавляем с нуля как бы новый отзыв. И здесь все то же самое, проставляете, заполняете. Дальше, чтобы вы понимали, у нас есть переключатели, такие внизу точки переключатели, то есть промотать отзывы и вот такие стрелки. Вот эта кнопка и ниже все опции отвечают за дизайн этих точек, то есть они у нас включены. Если мы с вами вот здесь выключаем, видите опции ниже все пропадают, точки отсюда у нас тоже пропадают. Если они не требуются, вы их просто отключаете, все, не заморачивайтесь. Если вы хотите их оставить и настроить под дизайн вашего сайта, тогда ниже вы можете это все сделать. То есть это и размер, то есть позиционирование, например, да, вот видите, я их выше, ниже двигаю. Выбрать оптимальное расположение данных точек. Дальше, нормальное состояние точки, тоже ширина, высота, цвет и так далее. И здесь есть кнопка актив, то есть, значит, активная точка, она у нас синяя, видите, цвет синий меняется здесь спокойно, вот она теперь зеленая. Я обычно такое отключаю, оставляю только стрелки. Соответственно, все то же самое можно настроить и для стрелок переключения. Вот эта кнопка, здесь тоже позиционирование этих кнопок переключения, вы видите, я двигаю их. Подробно здесь не останавливаюсь, я думаю, здесь и так понятно. Активные кнопки, размер, шрифт, цвет, при наведении на стрелку, смена цвета. Это все можно настроить в опциях ниже. Я поднимаюсь на самый верх, здесь, думаю, понятно. И здесь у нас есть еще вот такая вот кнопка, где вы можете либо весь контент слева, то есть и текст, отзывы, и фотографии, и имя клиента, все двигается по левому краю, также справа или оставить по центру. Соответственно, вот это у нас, аватар стайл опции, то есть вы видите, выше, ниже, радиус скругления, все это можно сделать. Опять же, иконка, цвет иконкам ниже, это может быть вот эти вот иконочки, серые вы их видите, то есть при таком дизайне. Если оставляем вот такой дизайн, тогда здесь, возвращаясь к настройкам цвета иконки, вот они красные, видите, вот эти вот именно иконки делаются красными. Также ширина, высота и вот цвет рейтинга, как раз-таки желтые звездочки, у меня почему-то они не отображаются, я их не вижу, но если что, цвет меняется здесь, размер, шрифт, а внешний отступ, это все для рейтинга. Ниже стили касательно то, что под фотографией имя и дополнительный текст, но это может быть имя, фамилия, то есть, соответственно, вот видите, стали синие имена и ниже все опции относятся именно к этому моменту, то есть, к этим именам в отзывах, то есть, высота, ширина, стиль, шрифт, наклонный, жирный, капслогам, вот все это я уже не рассматриваю, понятное дело, вы понимаете, что все это, вот, например, видите, просто огромные буквы я сделал вот так. Соответственно, вот эта кнопка отвечает именно за нижний текст под нашим основным текстом имени, да, то есть, вы видите, сейчас серый цвет, просто наглядно покажу, вот сейчас красными буквами я сделал текст, который ниже, вот это здесь, это вы видите, под каждым отзывом, и, соответственно, настройки для этого текста ниже абсолютно идентичны, вы, думаю, сами сможете разобраться здесь все это настроить. И, соответственно, Message Style, то есть, стиль самого сообщения отзыва, сейчас серыми буквами, например, вот так вот, вот видите, фиолетовым стал. И в зависимости от того, какой вы выбираете вот здесь вот стиль, например, вот этот, тогда зависят опции, появляется цвет фона, потому что сзади здесь присутствует в этом дизайне фон, и, например, вот он, видите, цвет фона я поменял. Если вам нужно больше информации по компоненту SP Page Builder, тогда я вас приглашаю ознакомиться с моим полноценным курсом по данному расширению, где я от А до Я разобрал все пункты. Ссылку на мой видеокурс вы сможете найти в описании к этому видео. А также приобрести компонент про SP Page Builder также вас ждет в описании удобная ссылка. Покупая по моей ссылке компонент, таким образом вы поддерживаете меня. На этом здесь все, и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok